здесь у нас морозильные камеры мы летим на луну чтобы отработать все для того чтобы отправиться на марс здесь хранилась еда который понадобится на 500 дней основной наш модуль где мы жили отсюда мы попадаем в медицинский модуль когда я пришла в институт медико-биологических проблем как раз шел эксперимент и я спросила когда мне можно поучаствовать а у нас женщины пока не участвует мне показалось странно сейчас космос тренде и сейчас кажется что марс вот уже близок сухая мерсия это имитация негативных эффектов невесомости микрогравитации который воздействует на человеческий организм со 76 года в нем участвовали только мужчины-испытатели наконец-то решили организовать первую в мире женскую сухую иммерсию конечно же я сразу заявку и в октябре как раз легла в эту иммерсионную ванну и пролежала там трое суток наша задача определить начальные этапы периода адаптации к условиям невесомости мы смотрим как факторы устранения опоры приспределение жидкости вот гиподинамия оказывает влияние на организм человека их задача наиболее полным образом описать то как невесомость влияет на организм я проснулся ночью в третьи сутки я понимаю что у меня нет опора под ногами я не лечу пока еще никуда я просто двинул ногой вот за эти доли миллисекунды и нормальных расстояния пока моя нога коснулась фортика для получения свободного подпадения там самый настоящий это очень круто многие спрашивают но вот у нас есть параболический полет в котором ты летишь и сразу же за параболу у тебя все ощущения свободного падения да вот она невесомость летай в условиях той же самой сухой версии нет вот этого вау-эффекта вот этого полета подкидывания ощущение свободного падения но парабола это 20-30 секунд в лучшем случае можно и сколько угодно повторять но никогда не удастся воспроизвести длительность влияния фактора эксперимент очень интересный он конечно удивляет потому что ты узнаешь свое тело по-другому как она быстро адаптируется меняется в первые сутки ты теряешь очень много жидкости потому что это уже организма она не нужна в таком количестве идет перераспределение жидкости организм забавляется от лишнего давления за счет того что декомпрессия позвонков то я выросла на полтора сантиметра уже вот на вторые сутки мы как раз замеряли мне было бы интересно конечно на более длительный срок полежать посмотреть что будет дальше если хотите как говорится полететь в космос то надо то что-то сделать для этого в детстве я зачитывалась научный фантастик клемм артур кларк братья стругацкие ефремов туман с андромедой для меня это тот мир который я думала что увижу когда вырасту где такая можно сказать утопия где люди следуют космос занимается кто-то наукой кто-то творчеством нет войн наблюдаю землю различают складки местности лес реки облака облака бочевые кругом все красиво красота первый космический журналист это наверное юрий гагарин потому что именно он начал писать о том что он видел в космос в своих ощущениях какие-то статьи заметки на факультете журналистикой мгу шел набор в школу космической журналистики который вел летчик-космонавт юрий батурин и я не могла поверить своему счастью как журналистикой космос вместе это потрясающе конечно я пошла и провела там четыре года мы вместе с двумя другими студентками написали книгу для школьников в целом об истории космонавтики о том что нужно чтобы стать космонавтом здесь у нас морозильные камеры которые не используются в проекте sirius 19 но были использованы в проекте марс 500 потому что здесь хранилась еда которая понадобится на 500 дней сейчас говорят о том что мы летим на луну чтобы отработать все для того чтобы действительно уже отправиться на марс то есть луна это такой промежуточный этап в эксперименте sirius мы летели к луне и поэтому были до поставки с грузовым кораблем сегодня 63 день нашей миссии четверо членов экипажа зашли в спускам модуль и отправились к поверхности луны проще конечно отработать технологии на луне все-таки земля ближе если что-то произойдет и потом уже отправляться на марс то что на марсе все-таки вы будете довольно автономные там уже все гораздо сложнее так быстро ты не вернешься на землю или так быстро ты не вызовешь корабль с необходимыми ресурсами сейчас полет на марс составит около семи месяцев но при улучшении технических параметров или изобретение новых видов транспортного перемещения к другой планете что в принципе можно за 3 месяц было бы здорово за три месяца долететь до марса там поработать год полтора и а когда будет следующий астрономическое окно полететь обратно к земле тоже за три месяца система регенерации кислорода включена функционирует нормально система очистки атмосферы включена функционирует нормально советские времена первый вообще изоляционный эксперимент проходил здесь в 68 году называется год звездолете система регенерации воды работает в заданном режиме система измерений функционирует нормально трое мужчин провели год в очень ограниченном пространстве испытателям прибыть на площадку бытового отсека их семьям сообщили что они в антарктиде они были здесь дорога в космос начинается на земле энтузиазма не стало меньше есть определенные личности которые тоже болеют марсом всем привет сегодня весь экипаж проходит тренировку ходьбы по различным поверхностям земля луна и марс sirius 19 за до этого была в американском эксперименте марс 160 три месяца в пустыне бьюти и месяц в арктике когда я подавал еще заявку на участие в марс 160 ну думала кому нужен журналист там же инженеры ученые роберт зубрин тогда мне сказал ты совершенно не права потому что нам нужны писатели нам нужны журналисты которые красивого захватывающие интересно напишут об этом и покажет общественность зачем это все делается сейчас космос в тренде и сейчас многим кажется что марс вот уже близок еще 10 лет и мы сможем увидеть как первые люди полетят на вас мы сейчас готовим станцию к новому эксперименту sirius 21 который будет имитировать полет на лунную орбиту и это уже будет изоляционный эксперимент на 8 месяцев я участвовал в 4 месячном и в этом эксперименте я уже не могу принять участие потому что я стала слишком опытным испытателем мы сейчас живем в мире полным информационного шума множество информации которые большая часть вообще нам не нужна и засоряет просто отвлекает от концентрации на чем-то одном когда мы находимся в изоляционных экспериментах то там как раз таки личностный рост очень сильно идет потому что ты сосредоточен на себе на своих целях на саморазвитии как и по физическим параметрам что у нас там все тренировки проходили так и по интеллектуальным и даже можно сказать духовным шесть кают шесть членов экипажа они изолированы и каждый может провести время наедине сны наверное становится более насыщенными и богатыми как будто бы ты смотришь телевизор где проходят записи дпс мы утром и вечером докладываем о состоянии дел мое второе высшее образование в мгту имени баумана в специальности робототехника и мехатроника очень интересно смешались с моим опытом здесь в эксперименте серию с 19 потому что я поняла что можно написать дипломную работу которая будет совмещать и психологические аспекты и робототехнику что вы сейчас делаете тут двигаясь к цели номер три моя задача приблизиться к трем базам за короткий промежуток времени иногда не хватает чтобы была разряжена обстановка внутри экипажа но у тебя какое-то плохое настроение еще что-то и лучше ты поговоришь с роботом вот или просто поругаешься с ним еще что-то выпустишь пар чем с членом экипажа и тогда у меня пришла идея как раз моя дипломная работа это робот для психологической поддержки космонавтов и тут он еще выполнять не просто психологическую поддержку а помощь в работе то есть космонавт чем-то занят он просто говорит слушай скажи мне где находится такой-то ключ или прочитай инструкцию что мы сейчас делает по такому-то эксперименту готов сейчас космос становится более открытым к счастью с точки зрения мотивации для молодого поколения именно такие вот масштабные проекты как освоение луны это будет очень эффективно потому что дети пойдут обучаться на инженеров на программистов на врачей на биологов геологов то есть они захотят сделать что-то полезное что-то важное и для планеты земля и в целом для человечества